Красная зона частной клиники. За стеклом исследуют пробы на коронавирус. Почти за месяц здесь было проверено полторы тысячи тестов. Сейчас Барнаульская лаборатория готовится к массовому тестированию на антитела к новой инфекции. Примерная стоимость анализа – 1200 рублей. Сейчас уже есть зарегистрированные тест-системы и наборы для диагностики антител. Но в производство они поступили и покрывают потребности только Московской области. Центральной России в лучшем случае. То есть до нас, конечно, они еще пока не дошли. Мы стоим в очереди на приобретение этих наборов и приобрести их, я надеюсь, получится только в конце мая реально. В данном кабинете у нас осуществляется иммуноферментный метод ИФА. И вот как раз-таки тестирование на антитела SARS-CoV-2, оно будет осуществляться методом иммуноферментного анализа. По такому же принципу проводят анализ на ВИЧ, гепатит и сифилис. Для исследования берется кровь из вены. Результат известен уже на следующий день. И этот результат ответит на три вопроса. Либо человек болен в данный момент, либо у него уже выработаны антитела к коронавирусу, либо он вообще никогда не встречался с инфекцией. Кстати, в Москве еще 15 мая запустили бесплатное тестирование жителей на антитела ковид-19. По заявлениям властей жителям будут приходить либо СМС, либо письма на электронную почту, в которых будет ссылка для того, чтобы зарегистрироваться на этот тест. Если как бы ну не хочешь, ты не будешь его сдавать. Многие надеются, что наличие антител будет их пропуском на работу во время пандемии. Но исследования ученых огорчают. Лишь у немногих вырабатываются антитела к коронавирусу, и даже они не дают гарантию того, что вы не заболеете второй раз. Вот эта информация, которая прошла первое время, что вспышка коронавирусной инфекции, возможно, у нас уже была осенью. Многие сразу подумали, я тяжело болел, значит, у меня иммунитет уже сформирован. Хочется это все проверить, посмотреть и оценить. Хотя по последним данным, как вот сейчас научная информация идет, антитела, ну как бы очень маленького контингента сформированы. И если обычным людям тест поможет лишь удовлетворить свое любопытство, то специалисты смогут делать выводы об эпидемиологической картине в регионе. Не исключено, что в крае появятся доноры крови с антителами COVID-19. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Спасибо.